Я являюсь заместителем главы совета директоров компании Helix, я являюсь акционером компании Helix. И сегодня мы будем разговаривать о том, что у нас было вчера. У нас был вчера совет директоров, много решений принимали, очень много внутренних таких вопросов по работе компании. И также сегодня будем говорить о том, что нас ожидает буквально в эту неделю и в следующую неделю. Друзья, на самом деле сейчас идет очень большой процесс внутренний, который для обычного инвестора не видно, его невозможно так ощутить сразу. Но идет очень большой процесс становления компании и перехода компании с первой фазы во вторую фазу. Итак, друзья, я вижу, что у меня звук по микрофону и как бы даже зашкал, возможно, надо добавить у вас чуть-чуть. Если у вас тихо, добавьте у себя бегунок звука. Итак, друзья, что сейчас в компании у нас творится, скажем так. Вы все знаете, что первый этап компании у нас подходит до конца. Первый этап формирования компании. То есть это тот этап, когда мы начинали формировать базу инвесторов. Сейчас, друзья, только в Украине более 15 тысяч инвесторов компании Helix. Также в России уже где-то около 3 или даже больше тысяч человек в Казахстане, в Польше и в других странах Европы. Также пошло движение. И сейчас компания уже готова, так как уже в общем где-то около 20 тысяч инвесторов. Компания готова к переходу во вторую фазу. Что для компании означает вторая фаза? В первой фазе мы, друзья, с вами инвестировали в компанию, покупали инвест-пакеты. И компания эти деньги распределяла в бизнеса, распределяла в биткоины, получала прибыль. В первой фазе мы ориентировались более на биткоины, потому что для того, чтобы создавать бизнеса, надо создать рынок. Рынок сбыта для этого бизнеса. И вот когда у нас уже более 20 тысяч, рынок уже сформирован, и мы уже можем начинать для себя производить продукцию. Именно, друзья, после Кипра у нас стартует вторая фаза развития компании. Мы к этой фазе уже полностью готовы, так как у нас, во-первых, запущен процесс уже Helix Money. Сайт Helix Money 24 я вам сейчас ссылочку сброшу. Сайт уже у нас рабочий. В смысле, уже подшит к домину. Вот, пожалуйста. Но сразу вам скажу так. Та информация, которая сейчас есть на сайте, это еще не актуальная информация. Она будет сегодня, завтра, послезавтра, ну, сегодня уже нет, завтра, послезавтра изменяться. И торжественное открытие Helix Money мы с вами ожидаем на Кипре. Уже все для этого готово. Уже банки готовы выделять нам свои вот эти шлюзы платежные. То есть, буквально до Кипра все присоединяем, все запускаем и торжественно на Кипре запускаем нашу с вами платежную систему. Друзья, наша с вами платежная система, это огромнейший в жизни Helix. Это, потому что, во-первых, мы для себя упрощаем, очень сильно упрощаем, как ввод, так и вывод денег. Потому что я напоминаю, ввод-вывод на Helix Money будет производиться с любых удобных вам способов. И электронных систем, и самое главное, платежных карт Visa и MasterCard. Друзья, это очень важно, потому что с любой точки мира вы теперь сможете пополняться без каких-то либо усложнений, там, свифтов и так далее. Ну что же, первый вот этот шажок, это было Helix Money, да, и второй шаг, друзья, это то, что мы начинаем запускать свои производства, именно производство товаров. И это, друзья, очень прибыльный бизнес. Производство мы запускаем в тех странах, где это выгодно. Вы все знаете, что буквально недавно мы с Дмитрием Нагутой были в Армении. Мы договорились с армянским заводом по производству линейки продуктов. Буквально позавчера Дмитрий прилетел из Стамбула. Информацию по Стамбулу, конкретно по товарах и услугах, вы узнаете на Кипре. То есть лидеры узнают на Кипре, вы узнаете из новостного семинара. Я думаю, что мы из Кипра, если позволить интернет, сделаем онлайн-трансляцию новостей, чтобы каждый Хеликсовец смог узнать и услышать. Но я вам, друзья, скажу так. Буквально через несколько месяцев Хеликс будет производить все необходимые нам товары, которые мы используем каждый день в нашем быту, в доме, для личной гигиены и так далее. Потому что именно это, друзья, вторая фаза компании Хеликс. Когда мы инвестируем, мы сами производим и мы сами потребляем. Мы перерастаем уже в закрытую систему, в корпорацию такого замкнутого цикла. Именно о том, о чем мы говорили раньше. Но раньше мы об этом только говорили и говорили, что вот это будет, вот это ожидайте. Но мы это все делали, руководство компании это все делало. И вот сейчас, друзья, мы выходим уже на второй уровень. И все более сильнее становимся. И все более огромное количество и сетевиков, и обычных людей, и крупных инвесторов к нам присоединяются, потому что они уже видят результаты работы. Если мы говорили о скайпарке, о спа, это были первые бизнеса, которые мы инвестировали, потому что были хорошие предложения. Сейчас именно фундаментальные инвестиции, друзья, идут в производство. Приоткрою немножечко такую вот занавесочку интриги. В Турции нам предложили купить целый завод. И сейчас мы это рассматриваем. Готовы турки нам продать целые производственные линии по производству личного продукта. Поэтому, друзья, уже буквально осталось у нас две недели до Кипра. Ожидаем новостей. В принципе, я уже их бы мог бы рассказать, если бы не Дмитрий Дагута, который сказал, что все новости главные будут на Кипре. Поэтому ждем Кипра. Дальше, друзья, у нас есть своя платежка. У нас открывается скоро свой интернет-магазин огромнейший с товарами, которые именно Helix производит. Дальше у нас начинается бурное открытие офисов по странах мира. Более того, каждый офис сможет параллельно открывать у себя магазинчик, в котором можно будет покупать продукты, товары Helix. Это такие небольшие Helix-маркеты у нас пойдут. Также, друзья, хочу уточнить по компании Кошик24. Helix не инвестировал деньги в открытие первого магазина. Helix планировал инвестировать деньги в открытие уже последующих магазинов, но так как продуктовый ритейл сейчас переживает не самые лучшие времена, компания Helix не будет инвестировать в открытие таких магазинов для того, чтобы не рисковать деньгами инвесторов. Ну и если будет надо, то мы откроем свои сети, аналогичные Кошику, потому что для нас это на самом деле очень легко, потому что инвестиции сейчас заходят очень серьезные в компанию. Также хочу, друзья, вам сказать такую вещь, что компанией Helix заинтересовались уже не просто инвесторы, а городские власти городов. И буквально вчера мэр польского города Кельце, там где в Польше у нас один из наших офисов первых, сделал нам предложение открыть скайпарк совместно с городом. То есть муниципалитет города инвестирует какую-то часть денег, какую-то часть денег инвестирует Helix, и уже мы открываем скайпарк совместно с властями, польскими властями. Вот такой уже уровень доверия к компании идет. Чтобы вы понимали, друзья. Дальше, друзья, немножечко расскажу вам о интервью Дмитрия Нагуты журналу Forbes. Я думаю, что ни для кого не секрет, что журнал Forbes – это, наверное, самое авторитетное издание в мире бизнеса. И просто так какая-то компания проходимец туда попасть не может. Так вот, друзья, когда Дмитрий встретился с корреспондентом журнала Forbes, на самом деле, даже для того, чтобы встретиться и дать интервью, они поставили условия. Они запросили от компании целый пакет документов. Наших разрешительных документов, регистрационных документов, документов на наши предприятия и так далее. Только после того, когда они изучили эти документы, назначили нам интервью, друзья. И вот уже на интервью, когда корреспондент узнавала все больше и больше о компании Helix, она была очень сильно удивлена и даже решила стать инвестором. Сама корреспондент журнала Forbes решила стать инвестором. И буквально уже в следующем месяце в журнале Forbes ожидайте печатное интервью Дмитрия Нагуты о нашей компании. На самом деле, после того, как завершилось вот это интервью, уже начало поступать очень много звонков и от других журналов, таких серьезных бизнес-журналов, издательств, потому что они хотят писать о компании Helix, так как наша модель, это инновационная модель развития бизнеса, и мы являемся пионерами вот в этой, скажем так, степени, в этом сегменте рынка. И, друзья, хочу вам сказать каждому из вас, что те люди, которые сейчас уже в ранге золотых, сапфировых, платиновых, директоров, я точно знаю, что они будут очень богатыми людьми, возможно, миллионерами, возможно, даже и некоторые станут миллиардерами, потому что та тенденция, что мы делаем, она даст вам возможность получать большущую прибыль. Забегая наперед, скажу так, что Helix Money это только первый шаг в освоении Helix финансовых рынков, мировых финансовых рынков, и на этом мы ни в коем случае не будем останавливаться, дальше мы уже имеем стратегию, что же мы дальше делаем в финансовом рынке, так что, друзья, ожидайте просто бомбезных новостей по нашему финансовому движению дальше. Ну, пока я это сказать не могу, но мы уже вчера подписали договора, кстати, с Дмитрием, вот, и наша холдинговая наша компания сказала, что для рекламы этого нового направления, которое мы откроем, и о котором мы расскажем буквально через несколько месяцев, возможно, и раньше, будет привлечена звезда мирового уровня, то есть это звезда уровня Джонни Деппа, или там Джейсона Стэтхема и так дальше. Потому что мы это направление будем запускать сразу на весь год. Дальше, друзья, хотелось бы поговорить о нашей системе Helix Navigator. Система Helix Navigator уже готова, она уже оттестирована, исправлены все ошибки. Извините, друзья. Значит, исправлены уже все ошибки, и сегодня один из разработчиков Helix Navigator, Юрий Житченко, по завершению нашего вебинара, с вами в часов так в 20.00 по Киеву, 21.00 по Москве, проведет экскурсию по Helix Navigator. Уже будет эта экскурсия именно в Helix Navigator. Он даст ссылочку в конце вебинара, и мы сможем с вами туда зайти, посмотреть, изучить и начинать работать в этом инструменте, потому что инструмент, друзья, очень сильный, очень хороший, и он будет делать 50% минимум работы за вас по продвижению вашей же структуры в интернете. Дальше, друзья, такие вот нюансы по нашей службе поддержки. Вчера был совет директоров, и мы очень сильно, ну, скажем так, даже не ссорились, а спорили по службе поддержки, и уже дошли таких вот хорошего видения. Потому что, так как мы знаем сейчас, иногда бывает, что служба поддержки не сразу отвечает, или сразу не отвечает, да, или отвечает очень поздно. Почему такие вопросы? Потому что только мы ее сами организовывали с нуля, вот, не было большого опыта в такой организации. Сейчас уже есть видение, уже есть понимание, как это делать, и сейчас на службу поддержки мы ставим многоканальный телефон, потому что, если вы не можете дозвониться, это не потому, что там никого нет, это потому, что девочка сидит и работает уже с каким-то из партнеров, отвечает и объясняет ему. То есть мы ставим многоканальный телефон, будет там две девочки работать для Казахстана, Белоруссии, России, и других стран, которым сложно звонить на телефоны. Мы ставим Скайп-поддержку, можно будет писать на Скайп, можно будет вот такие сразу запросы создавать, то есть движение пойдет намного лучше, и дальше мы введем вообще систему тикетов, по которой вы будете сразу выбирать, какая у вас проблема, какое направление, и сразу она будет попадать к профильному специалисту, который будет решать вот именно эту вашу проблему. Или это будет финансовый отдел, или это будет IT-отдел, и так дальше. Да, вот Виктор написал, что отвечает быстро служба поддержки, но это, Виктор, вам отлично, что так хорошо, некоторые люди, получается, что есть задержки, но, конечно, мы все постоянно хотим улучшать, выправлять, и, конечно, оно будет улучшено. Дальше, друзья, важный также вопрос по привязке кошельков PerfectMoney. Пока еще не запущено HelixMoney, мы запретили изменять в кабинете кошелек PerfectMoney. Если у вас там прописан кошелек, все, вы его вручную уже не измените, потому что были претенденты, когда были попытки ворования денег с кабинетов различными там хакерами и так дальше. Вот. Поэтому сейчас изменить кошелек PerfectMoney можно будет только через службу поддержки, только через телефонный звонок. При этом надо будет указать очень много персональных данных, чтобы мы понимали, что точно вы есть хозяином этого кабинета. Так, друзья, дальше еще один важный вопрос, важный нюанс. Это у нас по открытию офисов в городах. Итак, если в городе нет еще офиса, а уже появился золотой директор, то компания оплачивает сумму эквивалентную 200 долларам на открытие офиса в этом городе. То есть, если мы говорим по Украине, то это около 5000 гривен. И также выделяет денежную сумму на закупку мебели, на закупку сурьев, также выделяет ноутбук для этого офиса и доску. Это такие первые инвестиции в ваш офис от компаний. Но, друзья, если в вашем городе большое количество инвесторов, или же есть платины золотые, и идет большая работа, то компания может увеличить количество денег, которое выделяется на офис. Пропорционально. То есть, 400 долларов, если нужно побольше офис, и максимум, что может быть, это 600 долларов на аренду офиса. Это если в городе есть большая команда и лидер от уровня сапфир. Вот такие у нас финансовые дела по наших офисах. Опять же, команда обязательно должна быть в этом городе. То есть, если вы сапфир, живете, скажем так, в Минске, а ваша команда находится в Москве, в Ставрополе, в Львове, то, к сожалению, в вашем офисе этот, в вашем городе этот офис открываться не будет. 200 долларов в месяц на аренду выделяют совершенно верно, Евгений. Так, вот Юрий уже начал сбрасывать информацию по навигатору. Юра, давай чуть-чуть попозже это сделаем. Вот. То есть, 200 долларов каждый месяц на аренду вашего офиса. Если уже вы хотите открыть офис побольше, это не проблема, вы просто сами уже будете доплачивать вот эту разницу. Это что касается офисов. Также, друзья, вчера мы уже более-менее конкретно определились с работой нашего нового бизнеса. Это Helix Jobs. Это направление по поиску наемных служащих для стран Евросоюза. Начинаем мы с Польши. Мы открываем сеть агенций по трудоустройству украинцев, белорусов, русских именно в стране Польша. и первый офис по Helix Jobs у нас отброется начнем мы с города Тернополь, Франковск и Львов. Три города открываем вот этот офис. Сразу после Кипра эта система уже будет полностью запущена. Будет запущен сайт, где будут собираться вакансии от наших польских партнеров и человек будет совершенно официально легально трудоустроен в этой стране. Это тоже мы друзья вчера решали и уже все поэтому понятно. Дальше друзья также хотелось бы сказать по Helix Академии она начала свою работу буквально завтра стартует первый курс обучений вот этих долгих обучений и также после Кипра по четырех городах Украины это у нас Одесса это Киев это у нас Хмельницкий и это у нас Львов начнутся курсы такие кратковременные это курсы по ораторскому искусству это курсы по искусству убеждения закрытию сделки курсы будут читать наши бизнес тренера очень сильные курсы на один на два дня и информация об этом конечно же будет у нас на сайте как на сайте Хеликс Академии так и на нашем основном сайте дальше друзья еще одна очень важная информация мы вчера Дмитрий Многут это долго обсуждали так некоторые люди говорят что вот сайт простенький скрипт простенький да друзья когда мы начинали компанию мы не тратили огромных денег на супер офигенные фингиперцевые скрипты потому что надо было эти деньги инвестировать надо было зарабатывать деньги и тратить просто так ну на понты никто этого не делал потому что мы делаем бизнес а не скажем так просто рисуем себе понты в интернете поэтому сайт был очень простенький скрипт был простенький но теперь друзья когда компания уже очень плотно стоит на ногах очень мощно развивается имеет уже хорошие финансовые активы мы можем себе разрешить уже серьезный скрипт уже наш личный и компания микроскрипт которая разработала для нас Helix Money сейчас получает техническое задание от компании Helix на разработку нового личного кабинета и вот этот личный кабинет может быть сута под нас написан это уже не будет шаблон это полностью наша будет разработка под нас и в нем будет очень много новых функций которые вас будут приятно удивлять также мы вчера долго обсуждали верификацию и все же таки верификация начнется у нас уже до Кипра возможно это будет на Кипре возможно чуть-чуть побыстрее получится нам это запустить и соответственно начнется оформление договоров итак по договорах у нас будет два договора первый договор это будет договор партнера который будут подписывать все без исключения которые будут подписывать все без исключения партнеры инвестировали они деньги в компанию или не инвестировали независимо от того то есть вы создаете себе рабочий офис рабочий кабинет вот и так званый договор оферты то есть когда вы принимаете условия работы в компании там будут основные моменты прописаны как работает компания как выплата производится вообще полностью вот эти все правила работы в компании будут там прописаны и вы будете просто ставить галочку я согласен второй договор это уже договор на инвестицию это вот уже вот этот договор который будет подписываться после проходения вами верификаты потому что договор оферты вы можете написать себя хоть бэтмен но вы приняли вот этот договор договор верификат договор на инвестицию у нас заключается подписывается только с подтвержденной личностью вот и в этом договоре мы будем уже просто указывать именно какую сумму вы инвестировали и график выплат который у вас должен быть вот таким образом друзья это все будет происходить договор оферты появится на сайте я думаю уже до конца этой недели ну а инвестиционный договор уже после включения полностью верификации так об этом поговорили также друзья я недавно летал все вопросы будут после нашей презентации чтобы не отвлекать друг друга вот недавно я летал в москву встречался с московскими лидерами с российскими лидерами очень была хорошая встреча очень хорошие результаты пока не подписаны еще договора да по сотрудничеству но друзья скажу так скоро о Helix будет знать вся Россия потому что ту программу которую мы запускаем именно по российской федерации от Helix она нужна каждому потому что каждый из вас будет не то что будет пользоваться этой услугой и отказаться от нее никто сейчас не может намекну когда мы выходим из дому мы берем с собой три вещи это ключи кошелек и телефон вот эта услуга касается одной из этих трех вещей также друзья по России очень хорошие новости потому что так как нам надо запускать вот этот бизнес по России уже после Кипра руководство компании руководитель юридического отдела мы летим в Москву для официального уже создания Helix Capital Россия и с момента создания Helix Capital Россия жители Российской Федерации смогут ставать акционерами вот этого открытого акционерного общества и конечно получать прибыль от бизнесов которые мы будем открывать в России поэтому друзья из России ждите ждите буквально до месяца времени начинаем начинаем качать Россию также я вам скажу так что друзья уже в марте открытие офиса первого офиса в России это город Якутск это город где самая большая пока структура Helix находится потому что очень сильные лидеры зашли с этого города которые сразу включились в работу я вам скажу друзья простые цифры за 2 недели работы Надежда Ким закрыла платину и я ее с этим очень сильно и сердечно поздравляю потому что такой динамики как показала Надежда это лидер с дальневосточного региона России такой динамики я не видел 2 недели и человек закрыл платину вот так что по России сейчас начнется очень бурное развитие дальше дальше друзья новости которые касаются Кипра и так я сейчас открываю инфолист который нам прислали наши менеджеры так друзья для тех кто летит на Кипр те люди которые закрыли золотого прислали в компанию все документы необходимые вот которые прислали документы все на визу паспорта и так дальше они все есть списки все проверились вроде бы и так в списке у нас 115 человек если я не ошибаюсь да 115 человек но потому что еще часть летит раньше и так друзья вылет в 19 не в 19 а 19 марта 15 года на Кипр с аэропорта Борисполь терминал Д город Киев кстати жители Российской Федерации летят из своих городов но некоторые прилетают в Киев и летят с Киева также поляки летят с Киева вылет у нас в 10 10 это вылет из Борисполя прилет в Ларнаку в 13 05 начало регистрации в Борисполе в 8 утра общий сбор всех хеликсов которые летят на Кипр в 7 0 0 друзья так как у нас групповой вылет для того чтобы каждый получил свои документы на вылет вам надо в 7 0 уже быть в аэропорту потому что 115 человек это много на самом деле и чтобы не было вот такого быдлама лучше приехать побыстрее дальше друзья напоминаем самолет это не такси он ждать не будет знаете я когда летел в Москву у меня поезд опоздал я опоздал на самолет и меня самолет не ждал регистрацию закрыли и все даже не пустили поэтому кто проспал устал где-то другого самолета уже не будет трансфер до аэропорта компания не обеспечивает до Борисполя добираемся уже сами и так с собой обязательно иметь заграничные паспорта также если вы с ребенком все документы на ребенка также если вы с женой летите обязательно нужно свидетельство о браке если у вас заграничные паспорта на разные фамилии также друзья у тех у кого шенген обязательно проверить строки своих страховок потому что страховки также мы каждый должен сам проплачивать на себя буквально через часик я выложу на сайте и дам ссылочки в чаты всех условий именно правил и так дальше памятка туриста но сейчас еще хочу напомнить распитие алкогольных напитков во время перелета и в зоне дитей фри будет друзья пересекаться и компания будет за это штрафовать я понимаю что мы летим отдыхать мы летим праздновать годовщину компании но друзья бухать будем на Кипре в аэропорту и в самолете мы должны держать марку компании мы должны иметь лицо поэтому если кому-то уж сильно припечет то дождитесь хотя бы прилета в Кипр дальше друзья очень важно на Кипре мы прилетаем на Южный Кипр и оттуда едем на Северный очень важно чтобы мы не рассказывали для аэропорту уже Южного Кипра что мы едем именно на Северный Кипр покупать себе недвижимость это для них очень больная тема и они ну очень хорошо это воспринимают по прибытию в аэропорт Южного Кипра на вас будут ждать автобусы для трансфера уже на Северный Кипр возвращение друзья 26 марта то есть мы будем там 7 дней на Кипре 7 дней отдыха тусовок и так дальше вылетать будем в 14.40 с Кипра прилет в Киев в 17.45 вопросы уже по проживанию это будет дополнительная информация наверное завтра после завтра уже на сайте официально будет доступно так далее друзья по этому у нас все посмотрю следующие записи так вроде как бы вроде как бы по этому все ну что же друзья по новостях таких важных мы закончили потому что самые важные новости будут у нас на Кипре и мы все самые главные такие фишки и нюансы уже на Кипре будем рассказывать так а теперь давайте по вопросам сейчас те вопросы которые вы писали я их уже пересматривать не буду давайте прошу уже по новых вопросах будем общаться так по поводу хеликс академии откроется ли в россии и когда конечно в россии откроется обязательно вопрос когда давайте мы сначала чуть-чуть раскачаем россию по количеству инвесторов будет уже количество людей и мы начнем россия очень большая страна и мы будем там уже регионально развивать будет наверное центр в москве будет центр в новосибирске возможно где-то в дакутии можно где-то в южных районах россии по факту будем смотреть так еще людей добавить не знаю куда добавить если на кипр то уже нет кипр уже список сформирован билеты заказаны если человек хочет лететь то уже свои кода там еще мы его сможем поселить но билет на самолет мы уже взять не сможем так как можно получить карточку helix money пока пока система не запущена как только будет система запущена мы даем запрос на карточки мы будем работать сначала с мастер кардом и вы сможете заказывать себе карточки и вам по почте приходить это будет чуть-чуть позднее когда helix money уже будет 5000 активных участников которые будут делать транзакции только тогда мы подаем запрос на визу подаем им свои финансовые отчеты чтобы они смотрели что мы активная финансовая система и дали нам на карточке так когда будут договора так я уже сегодня говорил договор оферты у нас будет в ближайшем время финансовые договора но мы планируем до Кипра это уже полностью сделать договора на инвестиции и уже чтобы на день рождения компании все было когда сайт делает новый значит деньги вывозки невозможно это ложь у нас все акционеры все инвесторы выводят деньги еще никого не было каких-то претензий компании да были моменты когда компания отклоняла вывод но это потому что не было полностью заполнены все реквизиты не был верифицированный перфект но еще никому если все хорошо с кошельком никому мы не отклоняли выводы если кому отклонили значит проблема именно в вашем кошельке верификации кошелька новый сайт у нас система фирма мифроскрипт делает строки пока мы уточняем с ними но это будет очень сильный друзья и об этом мы будем обязательно дополнительно об этом рассказывать так надо чтобы стать региональным представителем если мы говорим о региональным представителем хеликса у нас нету такой фишки как региональный представитель хеликса вы можете стать лидером в своем регионе путем привлечения инвестиций закрыть статус золотого платинового сапфирова директора и вот уже мы будем тогда открывать в вашем городе регионе офис так так что с хелик недвижимости все на Кипре по недвижимости все на Кипре друзья будем рассказывать так что входит в стоимость путевки на Кипр на Кипр если мы говорим сейчас для золотых директоров которые едут отдыхать то им включено перелет включено проживание им включен гала ужин все тусовки экскурсии и так дальше и если не ошибаюсь завтра так каким банком будет работать в Украине хеликс мани в Украине хеликс мани будет работать со всеми банками которые работают без проблем ну скажем приват точно будет и все надежные банки которые в Украине есть мы с ними будем работать стоимость карты я пока не могу сказать вопрос стоимость карты возможно она вообще бесплатная будет возможно какая-то минимальная сумма за доставку этой карты в вашу страну будет так друзья если еще есть вопросы то пожалуйста пишите есть ли вопросы так хороший вопрос через хеликс мани можно сразу проходить на инвестиции значит хеликс мани это будет основная платежная система хеликса то есть ввод вывод денег возможен будет только через хеликс мани а пополнять хеликс мани вы сможете с любой или электронной платежной системы или с мастеркарк или с визы выводить деньги с хеликс мани вы тоже сможете на любую электронную систему или же на банк на мастеркарк на визу как вам будет удобно. Так, Helix Navigator платный. Значит, Helix Navigator бесплатный для партнеров, которые пользуются им. Если же вы хотите его именно использовать как страничку захвата, иметь свою комнату для вебинаров, тогда это платно, тогда это будет стоить 10 долларов в месяц, 25 долларов в квартал. Ну, чтобы вы понимали, вот такую комнату только купить в месяц, в которой мы сейчас находимся, это 55 долларов в месяц получается. Из Navigator у нас намного это все будет дешевле и проще. Так, когда появятся контакты на сайте, вот сейчас сайт будет доделываться. Вчера была фотосессия, вчера мы фотографировали всех наших менеджеров, мы будем это выставлять на сайт, будем писать, за что они отвечают, писать к ним рабочие телефоны, контакты, это скоро все будет. Так, сколько с собой денег брать на Кипр, да? Ну, это, друзья, зависит от того, что вы хотите там делать. Если вы хотите там отрываться по полной программе, то вам и 10 тысяч долларов, да, не хватит. Ну, я думаю, что 200-300 долларов, это мне хватит на 5 или 7 дней хорошо оттянуться. Так, если реинвест-склада. Да, друзья, если мы получили проценты, мы можем их реинвестировать. Так, можно ли регистрироваться в Helix Money? Еще нельзя, буквально несколько дней, и регистрация будет открыта в Helix Money. Так, когда появится информация на сайте по Helix Jobs? До начала апреля информация по Helix будет полностью доступна. Чтобы открыть офис в городе, надо 25 тысяч только в своем городе. Да, друзья, для того, чтобы открыть офис, надо, чтобы 25 тысяч было инвестиций с вашего города. И партнеры, чтобы были с вашего города, потому что офис открывается для работы с партнерами в вашем городе. Так, ну что же, друзья, сейчас будем делать перерыв 15 минут. Я попрошу Юрия Житченко дать сейчас информацию, как мы заходим в навигатор, по какой ссылочке.